Привет, я Александр Иванов, автор проекта Химия Просто. И мы сходили на Северный полю. Об этом вышел большой красивый фильм. Ссылка вот тут вот. А эти интервью мы засняли во время похода в экспедицию. Всем привет, это СайТим и сегодня для вас Александр Иванов с Химия Просто и представитель российского квантового центра Дмитрий. Сегодня мы немножко поговорим про кванты и про то, как же эта тематика может быть применена на ледоколе, на котором мы сходили на Северный полюс. Итак, Дмитрий, расскажи для начала мне, как химику, который не понимает в тематике квантов, что это такое? Смотри, мы все состоим из маленьких объектов, из молекул, из атомов и так далее. Вот оказывается, что если мы уходим с уровня таких больших объектов, как мы с тобой, на уровень вот этих отдельных маленьких частиц, это могут быть атомы, могут быть фотоны, электроны. Думаю, что это знакомые слова, поскольку ты химик. Собственно, оказывается, что силу того, что эти маленькие объекты обладают корпускулярно-волновым дуализмом, это значит, что они в каких-то случаях ведут себя как частицы, в каких-то случаях ведут себя как волны, как те волны, которые мы видим за окном нашего ледокола. Да, за иллюминатором нашел. Блин, это волна, когда-то ледокола. Да, оказывается, что они ведут себя совершенно иначе, живут по другим законам, по законам квантовой механики. И из-за того, что последние 20 лет ученые научились очень хорошо работать с такими отдельными маленькими частицами, манипулировать ими, управлять ими, задавать какие-то свойства и операции для этих частиц, да что-то с ними делать. Это привело к тому, что мы научились создавать технологии, используя вот эти маленькие объекты. И оказалось, что эти технологии очень мощные, гораздо мощнее, чем все технологии, к которым мы привыкли. Например, гораздо мощнее, чем классические компьютеры, гораздо более безопасные, чем современные средства передачи секретных ключей и секретной связи, гораздо более чувствительные сенсоры. Как-то так. Хорошо. Это звучит классно, звучит технологично. Но расскажи, как для меня, как обывателя, данная технология может быть применена? То есть, где это может случиться? Где-то магия произойдет в быту? Или это только в каких-нибудь крутых институтах, крутых там ракетах, которые покоряют космос? Или же все-таки это может быть где-то здесь сейчас? Нет, несмотря на то, что квантовая, вторая квантовая революция, это вот как раз текущий период развития квантовых технологий. Сейчас идет революция, да? Вторая квантовая революция. Вы знали, что сейчас квантовая революция протекает? Мы вообще против революций, но, в принципе, вторая квантовая революция это не так плохо. Я напомню, первая квантовая революция была в середине 20 века, когда создали лазеры и транзисторы. Сейчас началась вторая квантовая революция, и постепенно сейчас, конечно, эти технологии второй квантовой революции не используются повсеместно, но уже сейчас часть из этих технологий начинают интегрироваться в жизни, в первую очередь, в каких-то крупных компаний, и в дальнейшем они уже будут интегрироваться в нашу с тобой жизнь. Первое, о чем стоит сказать, это, например, квантовая криптография. Что это такое и зачем это нужно? Вот сейчас многие люди говорят про квантовые вычисления, про квантовый компьютер. Квантовый компьютер – это устройство, которое будет решать очень эффективно те задачи, которые классический компьютер решить не может в силу своих принципиальных физических ограничений, фундаментальных ограничений. Одна из задач, которую сможет решить квантовый компьютер – это дешифровка данных, дешифровка современных протоколов криптографии. К чему это приведет? Это приведет к тому, что телеграм-переписки Александра Иванова, банковские транзакции Александра Иванова, ютуб-канал Александра Иванова или какой-нибудь другой канал ВК-видео Александра Иванова и прочее, 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 прочее. А может быть просто взломано. И все твои персональные данные, информация, переписки может быть украдено третьими лицами. Более того, могут быть украдены просто деньги со счетов. То есть, подожди, ты сейчас говоришь, что квантовый компьютер – это инструмент пиратов, которые сейчас придут и все украдут. Да, поэтому, то есть, квантовый компьютер несет, на самом деле, большое количество пользы, я об этом чуть позже давай скажу. Но его еще по-другому называют атомной бомбой 21 века совершенно неспроста. А потому что он действительно, помимо большого количества пользы, несет некую угрозу в себе. Вот эта угроза связана с тем, что он действительно может дошифровывать данные. И от этого нужно защищаться. И ученые, конечно, создавая какой-то меч, да, они думают про то, может ли от этого меча все-таки защититься. То есть, причем придумывать щит при этом. Да, и ученые придумывают щит. Вот этот щит называется квантовая криптография или постквантовая криптография. Значит, квантовая криптография – это такие физические установки, которые позволяют кодировать секретный ключ. Это вот как, знаешь, код, который ты должен записать, чтобы свое сообщение расшифровать. Вот кодировать секретный ключ при помощи состояний фотонов. Ты посылаешь отдельные частички света, фотончики по оптобулакну, и кодируешь, например, в поляризацию этих фотонов нолики-единички. И таким образом ты можешь сгенерировать секретный ключ, который, там, пошлешь мне. Вот. Оказывается, что можно сделать такой протокол, что этот секретный ключ, если кто-то попытается его прочитать и взломать, эта попытка взлома будет обнаружена. В любом случае, независимо от того, насколько успешно работает взломщик. Таким образом мы можем просто не скрывать нашу посылку и передавать, ты будешь посылать мне посылку вплоть до того момента, пока мы не увидим, что этот уровень украденных фотонов такой низкий, что взломщик никаким образом не смог бы угадать, угадать, какой, прочитать наше сообщение. Вот. Это интересная штука, и это сейчас уже индустриально реализуется. То есть реально есть большие компании, которым важно, чтобы их информация никуда не уходила, там, их бизнес-процесс какие-нибудь и прочее, прочее, прочее. Вот. И сейчас, вот, например, мы в российском квантовом центре, наша спин-офф-компания, она реализует систему абсолютно защищенных видеоконференций. То есть ты можешь вот созвониться по видеосвязи, и в ваш видеозвонок никакой хайфер не сможет подключиться и узнать, о чем вы говорите. И прослушать. Да. Это та технология, которая уже сейчас активно в мире коммерциализируется. Если квантовые вычисления – это все-таки, ну, это все-таки наука чуть дальнего будущего, там, 3-5 лет, наверное, приблизительно, то квантовые криптографы уже сейчас реализуются. В Китае уже есть огромные, огромные автоблоконные сети, там, на несколько тысяч километров, которые соединяют там различные города. Есть квантовый спутник, через который передают сигналы. Кстати, вот недавно на конференции в Москве мы продемонстрировали, что можно через китайский квантовый спутник передать сигнал из Москвы в Пекин. А мы это продемонстрировали. Просто мы передали небольшое количество информации через спутник из Москвы в Пекин, абсолютно защищен. Никто не смог бы это украсть. Извиняюсь за нескромный вопрос. Что было в этом сообщении? Ну, типа того, да. Какой-то набор текста, я, честно говоря, не помню. То есть вы там пасхалку не прятали? Ну, там какая-то была что-то про Russian Quantum Center и прочее. Что-то официальное, да? Не, не официальное, какие-то просто там, где привет из российского Quantum Center. Ну, я не помню. Не хочу соврать. Просто обычно, когда что-то такое делают, стараются что-нибудь такое прикольненькое сделать. Не просто так же, первое сообщение должно быть что-то смешное и прикольное. Слушай, два вопроса. Первый. То есть, пока щит не создан, имеет смысл в своей переписке где-нибудь спрятать что-нибудь такое, что если будет взломано, то все скажут, вау! Да, именно так. Что перебить все остальное, что там может оказаться не очень. Да, точно, точно, точно. Ну, вот это же, вау! То есть, так что снимайте про себя что-нибудь, чтобы все были, если вас взломают, то просто в хорошем смысле офигели. Вот. Второй вопрос. Мне, как человек, который с квантовыми компьютерами вообще никак не связан, представляется это как... Вот раньше первые компьютеры какие были? Это компьютер в несколько этажей, какими-то там перфокартами, жужжащий, извините меня, пердящий. Вот. Потом это все минимизировалось, и это стало маленьким компьютером, который, условно говоря, у нас в кармане есть. Телефон тот же самый, да? Квантовый компьютер, это тоже какая-то большая штука, или это какая-то маленькая? Что он себе представляет? Да, это очень хороший вопрос. На самом деле, квантовые компьютеры проходят сейчас точно такой же путь, который когда-то давно проходили классические компьютеры. А, то есть мы... Позвание инженера не зря, да? То есть я мыслю верно. Ну, да, совершенно верно. Однако есть, конечно, принципиальные различия. Все-таки, если классические компьютеры, это были такая некая, да, печатные платы, как ты говорил, трофокарт различные и прочее, то квантовые компьютеры все-таки более нагруженные, сложные системы, потому что там есть система охлаждения, потому что квантовые компьютеры, как правило, работают при очень низких температурах. Это системы из лазеров, фотодетекторов, лаушек электромагнитных и прочее, 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 прочее. Куда там, например, ионы можно поймать. Это большая установка. Собираются такие установки на оптических столах, специальные столы, которые защищены от вибраций, и к ним на них удобно просто собирать какие-то сложные физические схемы. Я понял, я видел такие. Да, вот. Вокруг куча оборудования измерительного, и пока что это все-таки такие лаборатории, ну, прям настоящие лаборатории. Вот. Однако, конечно, человечество задумывается о том, что, ну, и научное сообщество в первую очередь, что, ну, это не самый эффективный вид компьютера, все-таки хочется, чтобы в какой-то момент они вошли в масс-продакшн, и можно было их продавать на рынке условно, да, и чтобы все могли их купить и пользоваться. Поэтому сейчас уже на самом деле делают прототипы, небольшие прототипы квантовых компьютеров, пока что маленького объема, на них ничего полезного ты, конечно, не насчитаешь, но сам факт, что квантовый компьютер купить можно. Вот. Есть, например, компания SpinQ китайская, и они делают маленький двухкубитный квантовый компьютер. У него, ну, вот, ну, такого где-то размера по высоте, такой блок похожий. Стол, да, вот такого размера? Нет, не стол, это именно уже такая коробочка, достаточно стильная. Вот. Но, тем не менее, чтобы она работала, тебе все равно нужно будет доставить дополнительно оборудование, соблюсти там определенные лабораторные условия и так далее. Вот. Однако человечество, конечно, задумывается о том, что в конечном итоге все должно будет переводиться на язык вот этих интегральных плат. То есть сейчас, несмотря на то, что мы многие вещи собираем на оптических столах из отдельных больших, да, элементов, то потом мы все равно будем стараться все это упаковывать в маленький чип. И, ну, это дело просто технологии, техники, когда мы дойдем до того, что квантовые компьютеры станут компактными. Пока они большие, и, ну, я напомню, что, да, что когда появлялись классические компьютеры, все предполагали, что их там будет типа 4-5 штук, условно. Весь мир. На каждом континенте по одному, потому что зачем они нужны? Как мы можем видеть сейчас, в общем, классические компьютеры... У тебя к нему часы и телефон, да, да. А еще петличка пишет звук. Петличка, ноутбук вот у нас стоит и так далее. То есть, конечно, я думаю, что постепенно квантовые компьютеры, они будут все больше и больше интегрироваться в нашу жизнь. Они не заменят классические компьютеры, это надо понимать. Однако они их, я думаю, хорошо дополнят. В первую очередь для решения тех задач, которые классические компьютеры, в принципе, решить не могут. Во-вторых, просто где-то ускорить вычисления, да, чтобы просто эффективнее все работало. То есть, по идее, если говоришь, что минимизация произойдет в размер чипа, то это может быть типа квантовый компьютер на плате, где есть обычный компьютер, когда нужно решать простые задачки, у нас решает эти задачки обычный прот, но когда нужно решить что-то сверх такое массивное, крутое, то тут включается дополнительный мозг, который щелкнет, творит магию. Да, именно так, именно так. Прекрасно. Ты говорил про размеры компьютера вот такого, я сразу вспомнил сериал «Доктор Кто», там были вот эти инопланетяне-роботы, которые на колесиках ездили, я вообще подумал, что было бы смешно сделать квантовый компьютер именем. Я забываю, как называется это. Тарики. Тарики? Тарики. Подсказывает оператор Тарики, да. Тарики. Вообще думал, что это Стардис, но Стардис это другое. Нет, прикольно, прикольно. И ты сказал, что для работы квантового компьютера нужны низкие температуры. Я так подозреваю, что это связано с какой-то проводимостью материалов, сверхпроводимостью даже. То есть, когда у нас химики изобретуют сверхпроводники, которые будут проявлять свойства сверхпроводимости при высоких температурах, ну комнатной температуре. Ты слышал, да, недавно статья вышла от корейцев, что они показали сверхпроводимость по 150 градусов Цельсия. Я слышал, я даже читал эту статейку, и мне уже написала куча подписчиков, что типа, Саша, иди повтори, у тебя же все есть в лапе. Я посмотрю, ну, в принципе, все есть. Сейчас пытаются, кстати, повторить это вот у нас коллеги. Да, я думаю, я проведу этот эксперимент, просто мы сейчас на ледоколе возвращаемся с Северного полюса. Нам тут не нужно сверхпроводимости, так холодно. Ледокол просто и так сверхпроводим, он пройдет где угодно. Да, он раздавил весь лед, который был на пути. Я прокомментирую, отчасти ты прав, мне всегда нужна сверхпроводимость, но действительно задача, которая стоит перед людьми, которые разрабатывают квантовые компьютеры, снизить паразитные эффекты на квантовые состояния. Значит, какие это могут быть эффекты? Это различного рода шумы, это всякие вибрации, тепловые шумы. И вот эти тепловые шумы, почему приводят к тому, что на самом деле, если у нас атомы, да, или ионы, или молекулы какие-нибудь как-то нагреты, или электроны, у них есть тепловое движение. Нет, у них есть тепловое движение, они просто движутся. И это движение, оно приводит к тому, что ухудшается контроль за этими объектами в ловушке, например, и просто часть энергии уходит вот в это вот, связанное с этим тепловым движением, оно приводит к тому, что наше квантовое состояние декагерирует. То есть вот это вот чистое декагерирует. Что это значит? Это значит, что если у тебя есть какая сложная квантовая система, ну, простым языком скажу, вот ее квантовые свойства, да, начинают разрушаться, просто, просто ухудшаться. Вот. Я ничего не понял. Ну, смотри, вот мы с тобой, есть две двери, простой пример, вот у нас есть две двери, мы с тобой пройдем через одну из этих дверей, через две не пройдем. Вот фотон, если мы посвятим на две щелочки, он у нас может оказаться в квантовом состоянии, в котором он находится одновременно и за левой щелочкой, и за правой щелочкой. Вот. Но если мы с тобой классический объект, на него посмотрим, то он должен будет из этого квантового состояния перейти в классическое. То есть он выберет одно из этих двух состояний, либо за одной щелочкой, либо за другой, и в него перейдет. Вот в квантовом компьютере нам нужно с тобой, там много разных частиц, они там связаны между собой, образуют такое сложное, запутанное состояние, с которым и проводятся вычисления. Вот важно во время этих вычислений это квантовое состояние оградить от всего паразитного и классического, например, от нас с тобой, чтобы мы на них не смотрели, не смотрели и не разрушали. Но помимо того, что мы можем на них смотреть, есть еще всякие паразитные эффекты, связанные с внешними шумами. Это вот как раз тепло, какие-нибудь электромагнитные поля, вибрации механические и прочее, прочее, прочее. Вот от этого всего нужно квантовое состояние защитить, чтобы оно не перешло вот в это вот классическое состояние, чтобы оно продолжало быть вот в этом сложном, запутанном состоянии, где он в нескольких сразу, значит, квантовых состояниях находится одновременно, наша система. Вот. Когда система из этого квантового состояния переходит в классическое, вследствие вот этих всяких паразитных эффектов, это называется дикогеренция. Просто у нас связь между нашими частицами ухудшается. Я тут подумал, что такой компьютер надо назвать стеснительный. Да, да, да. Типа, что пока не смотри на меня. Если хочешь, чтобы я работал, не смотри. Посмотрел, только все, я не работаю. Прекрати. Типа того. Да. Скажи мне, пожалуйста, объясни, что такое кубит? Что такое кубит? Смотри, есть классический компьютер, мы знаем, классический компьютер все превращает в нолики и единички. Вот этот элементарный элемент теории информации называется бит. Бит – это значит штука, которая принимает два значения, нолика или единичка. Что у нас в классическом компьютере? Ну, условно, там электрончики бегут в транзистор. Условно, если они бегут в транзистор, пусть это будет единичка, то есть ток течет. Да, если они не бегут в транзистор, то нолик, ток не течет. Мы не можем с тобой сделать так, чтобы у нас электроны одновременно и бежали, и не бежали. Потому что, ну, как? Непонятно. В квантовом случае вот эти нолики и единички тоже можно закодировать, но закодировать в состояние наших объектов. Это может быть, например, поляризация фотона. Вот фотон – это электромагнитная волна, она может колебаться вертикально, может колебаться горизонтально. Это мы называем вертикально поляризованный фотон и горизонтально поляризованный фотон. И мы можем сказать, что пусть у нас единичка будет вертикальная поляризованная, а ноль горизонтальная. Или если мы говорим про какие-нибудь ионы, ионы это атомы, у которых забрали или добавили электрон, мы можем сказать, что мы знаем, что у атомов есть энергетические состояния, ты об этом говорил. Да, я думаю, химики в этом разберутся. Мы можем выбрать два состояния каких-то, например, основное и первое возбужденное. Скажешь, что пусть основное состояние будет, например, единичка, а первое возбужденное будет нолик. А второе возбужденное, что двойной нолик? А вот это, кстати, интересная штука, на самом деле не обязательно делать кубиты. Можно делать кудиты еще. Я понял, что такое, там единицы нули, как ты закодируешь в квантовом компьютере. Кубит, ты что? Что такое? Вот, смотри, кубит, представим, что мы закодировали в одно состояние нолик, в одно единичку. И, как мы с тобой сказали, наши частицы, вот как фотон проходит через две щелочки, наши частицы могут находиться в состоянии квантовой суперпозиции, когда они находятся в нескольких состояниях одновременно. Помнишь, мы это говорили? Потому что фотон у нас пролетает через девочку, правую щелочку. Я пытаюсь сообразить, как атом может быть одновременно и возбужденным, и ионом. В возбужденном состоянии в основном ты имеешь в виду? Ну, можно, можно его ввести в такое состояние, да, это делается, это делается. А я не понимать, ну, ладно, я потом, может быть, соображу. Ну, что такое кубит? Ну, вот, и кубит, это, собственно, элемент информации, определяемый вот этой двухуровневой системой, когда у тебя она находится сразу и в состоянии нолика, и в состоянии единички, в состоянии суперпозиции. А зачем? Это нужно для того, чтобы у тебя не было необходимости перебирать нолик и единичку, вот, последовательно менять значение, чтобы у тебя нолик и единичка реализовывались одновременно. Понимаешь, вот в чем проблема? Проблема в том, что у тебя есть задачи, которые для того, чтобы решить, нужно просто перебрать много вариантов. Но ты по-другому их никак не решишь. Вот тебе нужно найти, например, не знаю, оптимальную молекулу белка, как она сворачивается. И чтобы это сделать, на самом деле, ну, честно, чтобы решить эту задачу, ты должен просто взять последователь системы на кислот и после этого начать ее сворачивать всеми возможными вариантами. Я ничего не понял, все, до свидания. Подожди, вот смотри. Так. Обычный компьютер. У нас есть либо ноль, либо единица. Это информация. Да. Мы с помощью этого нуля или единицы что-то говорим. Да. Но ты предлагаешь одновременно и ноль, и единицу. Да, да. Так это шум. Это не шум. Почему это шум? Потому что у нас нет информации. У нас и то, и то. У тебя есть информация. Просто она анализируется. У тебя логика строится. Не на последовательном изменении нолика и единичка значений, а сразу на всех возможных значениях. И потом важный вопрос, каким образом тебе нужно построить твою логическую схему, чтобы на выходе твоя система, чтобы она работала со всеми возможными состояниями, то есть так смотрела, знаешь, условно, не в каком-то одном направлении, а во всех направлениях возможных ответов, но на выходе твой протокол выдавал тебе один ответ какой-то условно. Вот так вот делает квантрекомпьютер. То есть ты, в отличие от классического компьютера, ты сразу анализируешь огромное количество возможных вариантов ответа. Все возможные, которые у тебя помещаются в квантрекомпьютер. Я надеюсь, вы хоть что-то поняли, потому что я ничего не понял. Для меня это звучит как магия, потому что я просто не понимаю особо логику. Ну ладно, ты не ответил на прошлом, как убит. Ну смотри, мне кажется, что тут просто важно понять, какая может быть задачка. Вот представь, что у тебя есть задача следующего типа. Что, например, ты покупаешь акции. Допустим. У тебя есть 10 тысяч компаний, и ты хочешь понять, какие компании тебе нужно оптимальным образом купить из этих 10 тысяч. Как мы можем построить математическую задачку? У нас будет ответ, это последовательность из 10 тысяч элементов, в которых будут нолики-единички. Нолик означает, что мы не покупаем компанию-единичку, что мы покупаем. То есть им присвоено какое-то значение? Будет, будет присвоено. Мы должны будем с тобой понять, какое. Вот для того, чтобы точно понять, какая последовательность будет оптимальной, нам с тобой нужно будет перебрать 2 в степени 10 тысяч вариантов. Вот если мы с тобой все на свете возьмем наши классические компьютеры, объединим супермощное устройство и попробуем эту задачку решить, мы ее с тобой не решим за время жизни и существования Вселенной. Потому что вариантов настолько много, что нам их придется просто последовательно все перебирать. А если у нас будет квантовый компьютер, в котором будет 10 тысяч кубитов, то мы эту задачку решим почти мгновенно. Потому что мы с тобой сразу будем работать со всеми возможными вариантами ответа, и можно будет построить такую логическую структуру, которая на выходе нам просто даст оптимальную. Сейчас я приведу аналогию, как я понял, и скажу, да или нет. Давай. Условно, в обычном компьютере у тебя есть один мозг, в который вкидывается задача, он ее решил, в следующей задачи он ее решил, в следующей задачи он ее однопоточный. А тут у тебя за раз 10 тысяч мозгов. Да, да, супер параллельная режима. И каждый мозг решает одну задачку. Да. Так это стеснительно ленивый компьютер. Именно так. У меня просто слишком много мозгов. Он просто слишком умный. Слишком умный, да. Просто чили почти все время, но когда меня что-то кинули, я какому-нибудь мозгу скиду эту задачку, он решил. Именно так, именно так. Все, теперь я все понял. Надеюсь, вы тоже поняли. Ставьте лайк, если вы поняли. Ну вот смотри, идем дальше. Да. Кубиты прошли. Дальше ты сказал кудиты, да? Кудиты, да. Это что? Это мозг в мозгу? Это, короче, очень интересная штука, что можно же пытаться строить вычисления не в двоичной системе, как это делает обычный компьютер. В двоичной? Ну да, а в большем количестве, в большей разменности. Вот кудит, это значит, что у нас демерная система. Это значит, что у нас есть вот кубит, может быть кутрит, кукварт, куквинт и так далее. Не ругайся. Метан и тампропан, бутан, я так же умею. Покемонов называю, да? Кукварт. Кукварт. Кукварт, я вызываю тебя. На самом деле мы можем любую вот эту многомерную систему свести к двоичной системе. Однако, если у тебя есть ионы, у которых четыре возможных состояния, например, кукварты, да, то создавая вот эти кукварты, мы можем использовать меньшее количество частиц с четырьмя уровнями свободы для того, чтобы создать больше кубитов, да, то есть больше единиц информации в двоичной системе. Ну, потому что, понимаешь, да, у нас четыре состояния, четыре состояния, это, наверное, на самом деле два кубита. Ты согласен? Один кудит, где четверочка, это два по два. Ну да. Соответственно, мы можем с тобой сделать восемь ионов, в которых будет по четыре состояния, и при помощи этих восьми ионов сделать шестнадцать кубитов. Понял, смотри, тогда давай пройдем аналогию, как я понимаю. Вот у нас была задачка, десять тысяч компаний. Да. Мы можем скормить это десяти тысячем кубитов, он решит это, допустим, за время Т1. Если у нас будет пять тысяч кудитов, он решит ее тоже за короткое время, он тоже ее решит. Но в два раза дольше, потому что ему придется в каждый мозг, он решил первую задачку, решил вторую задачку. Но он же последовательно будет решать, он не одновременно решит? Нет, не совсем так. Он одновременно тоже будет решать. Там будет некая, конечно, задержка, связанная с тем, что тебе нужно будет преобразовывать вот эти четыре состояния все-таки в двоичную систему. То есть сначала он решит быстро, в два раза быстрее, а потом еще будет лаг, какой-то потеря для перевода. Да, но чем хороший такой подход, тем, что самое сложное в квантовом компьютере же, это ловить вот эти частицы и как-то их адресовывать. И чем меньше частиц, тем проще с ними работать, потому что если у тебя 10 тысяч атомов, это гораздо сложнее, чем если у тебя 5 тысяч атомов. Вот, поэтому это очень перспективный подход по созданию квантовых компьютеров. Вот в России недавно был продемонстрирован первые 16-кубитный квантовый компьютер на ионах Этерби, и вот этот квантовый компьютер, он работает на ку-квартах, он кудитный на самом деле. Ку-кварки на кудитах? Четыре, ну, да, ку-кварты, ку-кварты. Айфон 100 плюс на пяти, там, на ку-квартах первый. Да, вижу же, на квантовой технологии тоже дошли вот эти вот, как это, новое поколение ку-квартов, дальше ку-кварты. Ку-кварт, макс, проб, да, да. Потом такой Xiaomi, а у нас кладной ку-кварт. Сгнущимся, сгнущимся квантом. Это хорошо. А вот такой на презентации, ну, пусть он согнулся и больше не разогнулся. Можно статейку будет написать научную у тебя? Да, да, да. Что с ним делать? А будет сервис-центр по ремонту квантов? Квантовый центр, он как бы чинит, а как бы нет. Приходит такой, я утопил свой квант, можете его в рисе просушить? А я его сушил в рисе, я такие, нет, у вас там типа помечены, как бы специальным стикером, нет, это не гарантийный случай, ваш квант-утопленник. Рис должен быть специальный такой, очень маленький, квантовый рис. Ну вот, а это вот квантовый компьютер. Я надеюсь, вы стали больше понимать, потому что я реально стал соображать, о чем идет речь. Если вы что-то не поняли, то перемотайте назад, как бы, послушайте. Вроде бы... Еще 300 раз, и все будет нормально. И у нас будет плюс 300 просмотров. Да, это хорошая идея. Как меню уже в день. Рабочая схема. Что ты хотел сказать? Я хотел сказать, что еще третья технология, это квантовые сенсоры. Тоже интересная штука. Это на основе свойств этих маленьких частичек, оказывается, мы можем делать очень-очень точные детекторы. И очень-очень точные часы. Детекторы чего? Детекторы, например, магнитных полей. Вот одна из важных задач, это измерять импульсы, которые присылают в головной мозг. Потому что по этим импульсам мы можем проводить диагностику и анализ того, насколько здоровая просто у нас глава. Нет ли никаких там каких... Пусть здоров. Правду говорит. Кажда, прошу, что я не научусь. Мы это проходили. Это жестко, да? Это жестко. Нет ли каких-то там нарушений, просто опухолей и прочего. Вот для того, чтобы анализировать работу головного мозга, делать энцефалограмму. Но проблема в том, что современные классические детекторы недостаточно чувствительные. И некоторые заболевания, некоторые отклонения просто не получается детектировать в силу того, что просто такие слабые вот эти импульсы полей, что такие слабые поля, что мы их просто не детектируем. Вот используя квантовые детекторы, такие поля детектировать можно. И в частности, это вот одна из таких важных тем, создавать детекторы на основе квантовых систем, чтобы диагностировать заболевания на разных стадиях. Это новый виток эволюции медицины. Да, да. И уже сейчас это действительно есть и пилотные проекты. Люди пытаются все тестировать, анализировать. Но если так это развивается, я думаю, лет через 10, это уже в больницах-то некоторых и появится. Это уже прямо ближайшее будущее. Я думаю, что может быть даже быстрее появится. То есть даже не 10, может быть пораньше. Ну, тут зависит, конечно, от успешности испытания, от процессов регулирования, надо сертификат какой-то проходить. Но, тем не менее, мы уже знаем, что это активно действительно исследуется совместно с медицинскими организациями биологическими. Это очень здорово. Другая важная задача – это создание точных часов. Вот оказывается, что… Почему у нас есть GPS-связь? Потому что у нас есть часы на спутнике, и часы какие-то на земле. И вот мы можем передавать сигнал, условно смотреть, за какое время он там проходит, и сказать, в какой точке мы находимся. Но проблема в том, что у нас есть гравитация. И гравитация на поверхности Земли, она сильнее, чем на орбите. Естественно. Да, и это приводит к тому, что вот эти наши обычные часы, на которые гравитация влияет непосредственно, они отстают или там опережают, в зависимости, наверное, от механизмов. В общем, имеют некую ошибку, погрешность при определении времени в сравнении с часами, которые у нас на орбите. С теми же самыми. С теми же самыми, да. И это плохо. То есть получается, что у нас за какое-то время набегает ошибка, неминуемо. И это приводит к тому, что навигация, она не такая точная, как хотелось бы. Вот, если создавать компактные атомные часы, в которых там какие-нибудь переходы в атомах цезия, например, переход, они являются, да, время вот от перехода из одного состояния, возбужденного состояния, там, в какое-то другое возбужденное состояние цезия, как эталон, да, вот время перехода, то мы можем, как бы, его брать за вот эту, как бы, идеальный, идеальный эталон часов, да, эталон времени. И если такие часы сделать, эти часы, на самом деле, тоже достаточно большие, наверное, они, кстати, на спутниках стоят, я все-таки не моя, как бы, прямая тема, поэтому я... А, найти еще кого-нибудь на ледоколе. Да, попробовать найти, кто занимается нас часами. Да, но смысл в том, что если сделать такие компактные часы, которые мы можем, например, интегрировать в те же самые телефоны или куда-то еще, да, в какие-нибудь GPS-навигаторы, вот, и такие же часы у нас будут на орбите, то вот на эти часы гравитация влияет очень слабо. И ошибка в них очень маленькая, очень-очень маленькая. Что будет приводить к тому, что мы просто гораздо более точно сможем определять наше положение. И это, кстати, напрямую относится, там, и к судам, да, есть у нас будут спутники, на которых будут хорошие стационарные часы, и там, такие же часы мы поставим на корабли, на суда, то мы сможем более точно определять нашу позицию в любом общем месте. Так вот, ты забегая вперед, уже начал говорить. Раз затронул тему атомных атомов, у нас через несколько переборок находится атомный реактор, который нас везет, свозил на Северный Польс, мы уже идем обратно в Мурманск. И раз мы находимся на ледоколе, вопрос, как вот эти квантовые компьютеры могут изменить ту же самую атомную промышленность, где может найти применение, как-то они могут помочь или быть интегрированы в тот же самый ледокол, не только в быту, но вот в таких серьезных агрегатах. Я понял. Смотри, в чем прелесть квантовых компьютеров в целом, что решать они могут огромное количество различных задач. Это нет какой-то конкретной области, в которой квантные компьютеры могут быть применены. Просто есть класс математических задач, и эти задачи встречаются в огромном количестве областей. Ледокол. Что может сделать в случае квантового компьютера? Ну, в первую очередь мы, конечно, можем оптимизировать материалы, из которых ледокол строится. То есть, как бы, ледоколы будут строиться и дальше. Вопрос безопасности нахождения на этом ледоколе, крепкости самих судна, стенок и прочего. Потому что леды все-таки. Химики, металлургии обычно занимаются подбором материалов. Правильно, правильно. Как компьютер такой подбор может быть? Значит, почему все это делают эмпирическим образом, просто перебирая различные варианты? Потому что моделировать систему с большим количеством параметров сложно и дорого. Квантовые компьютеры в этом смысле хороши, что они позволяют достаточно эффективно моделировать различные химические реакции, реакции плавления и прочего. Поэтому при производстве новых материалов квантовый компьютер будет играть очень важную роль. Второе, это, кстати, касается напрямую как раз работы с химиками. Одна из тоже важных проблем – это моделирование, точное моделирование электронной структуры энергетической структуры квантовых молекул. Что молекулы – это основа вообще всего на свете, все наши химические реакции. Для того, чтобы правильно протекали, мы должны знать хорошо, как себя ведут молекулы и их параметры. Вот оказывается, что если молекулы достаточно большие и сложные, то моделировать их тоже большая проблема. Ну, точно моделировать. Ну, точно. С какой точностью мы можем это делать, но, к сожалению, не со 100%. Вот квантовые компьютеры здесь тоже помогут нам улучшить наше понимание о том, какие все-таки на самом деле энергетические состояния у наших молекул, какими свойствами они обладают. И, я думаю, в принципе, улучшить, просто оптимизировать вот эти все процессы, где используются какая-то химия, какие-то там, может быть, даже распады и так далее. Ну, то есть, логично получается, прежде чем я пойду в лабораторию что-то ручками делать, я сначала квантовый компьютер моделирую, смотрю такой, ага, и иду, проверяю, что он там намоделировал. Да, совершенно верно. То есть, мне надо в лабораторию купить квантовый компьютер, так понимаю, да? 100%. Хоть я химик, но квантовый компьютер мне уже нужен. Да. Обоснование техническое есть, да? Люди из бухгалтерии, смотрите, то специалист говорит, что нам нужен квантовый компьютер. Вот. Дальше это логистика. Вообще, квантовый компьютер хорошо будет решать любые оптимизационные задачи. Если нам, например, нужно оптимальным образом спроектировать структуру ледокола, чтобы людям было удобнее ходить, перемещаться по нему, то это тоже одна из задач, которые квантовый компьютер поможет решить. То есть, оптимизация логистики путей и прочего-прочего-прочего, расположение каких-то объектов, это тоже одна из тех задач, которые квантовый компьютер может решить. Задачи упаковки грузов. Вот. Часто бывает, что нам нужно в какой-то ограниченный объем погрузить большое количество разных товаров. Тетрис. Да, типа того. Тетрис. Вот. И задача этой сборки рюкзака, условно, да, называется задача рюкзака, это нетривиальная задача. На самом деле, в общем виде она сложная, то есть, классический компьютер, классическому компьютеру сложная задача решать. И здесь тоже квантовый компьютер может пригодиться. Он может нам, например, на основе каких-то данных про те товары, которые нам нужно будет убрать на судно, сможет нам более четко сказать, как нам вообще нужно эти объекты располагать, чтобы еще осталось места, и мы могли там побольше, например, взять чего-нибудь, еды какой-нибудь вкусной или что-то еще. Ну, я там про атонные часы, я сказал, что это как бы там навигация, но это очень важно, чтобы мы могли как бы эффективно. Ну и передача данных, я думаю, что на ледоколах, особенно на атомных ледоколах, мне кажется, иногда возникает необходимость что-то передать по абсолютно защищенному каналу какую-то информацию. На большую землю. И тут вот помогут, например, квантовые коммуникации, да, квантовая криптография. Тоже интересная история. Нужна кураторам такая связь, когда нужно сказать, что за бортом мишка, и чтобы об этом не узнали дети. А то они же спалили красный код. Да. Там сказали красный код, значит, это медведь. И бегут смотреть. Все применения квантовых компьютеров, понятное дело, не изучены. Одно из направлений исследований – это поиск тех задач, где квантовый компьютер может быть полезен. Возможно, квантовый компьютер будет полезен для моделирования каких-то распространения ледников и прочего, прочего, прочего. Вполне себе это может быть так. Ну, нужно подумать, насколько он там может пригодиться, но вполне возможно, что еще вот такая история будет полезна. Мы вчера как раз здесь с Женей общались по поводу нейронных сетей. Так понимаю, вот эти задачи, которые ты говоришь, нужно решать, это же не просто как-то типа, слышь, кубит, кукварк, или как тебя там, смоделируй мне. То есть на базе этого кубитного компьютера будет работать какая-то нейронная сеть обученная, да, я так понимаю, или я неправильно понимаю? Не обязательно. То есть квантовый компьютер какие-то задачи может решать напрямую, независимо, вообще без необходимости использования классического компьютера и нейронных сетей. Однако квантовый компьютер также может, вообще, это прекрасная история, что нейронные сети, то есть искусственный интеллект, машинное обучение и квантовые вычисления, квантовая физика в целом, они на самом деле очень хорошо друг друга дополняют. Мы можем использовать квантовые вычисления для того, чтобы более эффективно тренировать искусственный интеллект, да, и быстрее, и эффективнее, и чтобы он был более мощный и так далее. А с другой стороны, и обрабатывая при этом большее количество данных, с другой стороны, мы можем использовать искусственный интеллект для того, чтобы, например, оптимизировать работу квантового компьютера. Потому что квантовый компьютер, ты представляешь, да, это какие-то электромагнитные поля, это лазеры, это температуры, это магнитные поля и много-много-много-много чего другого, что нужно контролировать. Потому что если случается какое-то изменение там окружения или чего-то еще, нам это нужно как-то компенсировать. Плюс ко всему, ну, вот квантовое состояние из-за того, что мы полностью избавиться от всяких паразитов, шумов, да, не можем, все-таки теряют свою квантовую, теряют свою квантовость, то есть декомберируют. Квантовую прелесть. Да, и нужно как-то их поддерживать, то есть восстанавливать. И вот тут во всех этих вещах искусственный интеллект может прям очень хорошо помочь. И мы сейчас активно, собственно, искусственный интеллект используем для решения каких-то задач в области квантового компьютинга, квантовых технологий в целом. И вообще изучение там квантовой механики. Это прям вот у нас есть целые отделы ребят, где только пробуют, на самом деле. Они даже в меньшей степени занимаются физикой, они больше вот занимаются машинным обучением. Это, ну, совершенно прекрасно, поэтому вот искусственный интеллект это тоже очень-очень важная история. Мне это интересно, сколько раз ты за это интервью сказал слово квант? Я думаю, что много, но я люблю квантовую физику, я готов говорить об этом вечно. А у тебя есть какая-нибудь футболочка, где написано квант, еще что-то? Конечно, конечно. Мерч такой фирменный, да? Конечно, да. Квантом центр. Спасибо, Дим, что ты нас посетил. Спасибо вам большое. Скажи, пожалуйста, последний вопрос тебе. Всем, кто заинтересовался данной тематикой, что ты можешь посоветовать? Можешь какую-то литературу? Может быть, ты подаешь к себе на работу? Может, у вас специалисты какие-то нужны? Мне кажется, такой нетворкинг, он важен. То есть такая обратная связь. 100%. Что должно пойти в жизни ребенка не так, чтобы он захотел, во-первых, пойти к тебе, работать с тобой или вообще в данной сфере? И если, допустим, какой-нибудь подросток заинтересовался данной тематикой и хочет дальше развиваться в этой теме, что ты ему можешь посоветовать? Ну, смотри, в первую очередь я хочу всем сразу посоветовать ребятам, что нужно заниматься тем, что нравится и что интересно. Не надо себя пытаться заставить заниматься какой-то темой, если на тебе не нравится. Потому что не получится ничего добиться в этом направлении. Вот это первое. Второе. Ну, наука в целом, даже не только квантовая физика, в целом наука, я считаю, это совершенно прекрасная история, потому что ты, с одной стороны, пытаешься создавать какие-то большие классные технологии, с другой стороны, ты исследуешь наш мир. А исследование мира, ну, это просто важная задача, которая, хотелось бы понимать, как все работает, как все устроено, откуда мы с вами появились и так далее. Вот. Ну, в глобальном смысле, откуда там вселенная развилась и так далее. А в-третьих, я бы хотел сказать, что, конечно, нужно не забивать на учебу. Вот кажется, что, может быть, учеба это не так важно, но на самом деле важно. Если вам нравится там квантовая физика и в целом физика, математика, химия и так далее, то нужно в школе уделять этому должное количество времени, разбираться в физике, разбираться в математике, не только, может быть, на уроках, но и там пытаться как-то образовываться в свободное время. Есть замечательные книжки, благо сейчас есть огромное количество видеоконтента прекрасного совершенно, где рассказывают на разных уровнях сложности про и квантовую механику и про другие направления. Может, посоветуешь конкретно? Да, я бы посоветовал школьникам старших классов книжку «Отличная квантовая физика», по-моему, так называется, «Отличная квантовая механика». Мы потом и точним. Давай я тебе сообщу. Автор, автор, львовский. Профессор университета Оксфорда. Совершенно замечательный человек. Мой научный руководитель, бывший. Ну, к сожалению, сейчас так скажу. На русском это книжка? Книжка на русском. Там есть, собственно, сама книжка и есть решение упражнений к этой книжке. Книжка совершенно замечательная, у нее прекрасная структура, потому что для того, чтобы в ней разобраться, нужно прорешать очень большое количество таких небольших заданий. И на выходе, после того, как ты это все сделаешь, там получится свой конспект лекции, который ты можешь, в принципе, там, студентам или там, школьникам каким-то очень продвинутым читать. Это первое. Второе. Есть замечательная книжка Нильсона Чанга про квантовую теорию информации. В общем, такая библия квантовых ученых. Основую квантовую теорию информации, приведение в квантовую теорию информации. В общем, вот эту книжку я всем очень советую. Я думаю, что можно будет там добавить где-нибудь ссылку в описании. Ну, на книжку, наверное, нет просто названия книжки. На название, смотришь, да. Потому что найдете сами, наверное. Да, да. Вот. И это такие, ну, это такая прям база. Да, база, с чего стоит начать. Ну, и, конечно, там, мата, квантовая физика, курсы в институтах. Ну, и стараться поступать в наиболее сложные и крутые вузы. Все-таки это тоже такая, ну, как бы важная штука. Надо ставить себе очень высокие цели. Ну, а дальше уже как пойдет, так пойдет. В общем, и знать и думать всегда о том, что если что-то непонятно и что-то не получается, это не значит, что там вы какой-то глупый и так далее. Нет, нужно просто немножко посидеть, разобраться, найти людей, которые в этой теме компетентны. И как говорят про физику, собственно, ты начинаешь понимать физику, когда понимаешь, что ничего не понимаешь. Да. Еще бы я посовет, добавил бы к этому всего, не стесняйтесь задавать вопросы. Да, это очень важно. Самые глупые вопросы, потому что порой они, вот маленький пробел в понимании, потом навалит себя большой-большой-большой ком непонимания и все, потом все это становится плохо и рушится. И точно, я бы еще, может быть, добавил, что сейчас на самом деле сделано очень большое количество всяких онлайн школ, особенно если мы говорим про школьников. Да. Да, чисто здесь, здесь, здесь. Все эти онлайн школы. И все, да, все интеграции, 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 интеграции. Ну вот, и это как бы клево, надо пользоваться вот этими как бы прелестями 21 века, онлайн ресурсами, потому что там очень много классной информации и там все можно прочитать, узнать и так далее. Прекрасно. А на работу мы ждем всех суперталантливых, классных ребят. Если ты талантливый, классный, любишь математику, физику, приходи. Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо вам. Было очень приятно пообщаться. Спасибо. Я надеюсь, мы с тобой еще что-нибудь поснимаем. Обязательно. Придем к тебе на работу. 100%. Что-нибудь покажешь, свои кубитные компьютеры. А может же кукваркные или там кункватные, да. Наклеечку тебе там котика наклеим на компьютер. Вообще, да, будет котик убит. Вот. Все. На этом у нас все. Не забывайте ставить лайки, рассказывать друзьям об этом видео, потому что кому-то это может быть интересно. Не только вам. Пишите комментарии. Если есть вопросы, Дима придет, ответит, да? Да. Придешь ответить. 100%. К вам всегда. Даже если видео вы посмотрели через год после выхода, все равно пишите. Мы увидим этот комментарий и потом пнем Диму. Пнем. Пнем, пнем. И он ответит на наш вопрос. Со всей силой. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok